Это программа День города. Здравствуйте! В студии Дина Исляева в начале главной темы выпуска. 9 ножевых ранений. Подробности убийства, случившегося в Спасском районе. Особенные повара и автомеханики прошел конкурс профмастерства для студентов с ограниченными возможностями. Для гурманов и любителей фермерской продукции в Рязани открылась вкусная выставка. В селе Выползово Спасского района собутыльники вспомнили давнюю ссору. Закончилось все печально. Подозреваемый зарезал друга во время ссоры и спрятал тело в подвал. Подробности громкого дела в нашем сюжете. Не знаю, как нож оказался в руке, но нанес ему несколько ударов. Потому что тоже опасался, что он меня порежет. Трагедия произошла в феврале. Подозреваемый вместе с друзьями выпивал. Когда его сожительница с подругой уехали за продуктами, он остался в доме с другом. Тот вспомнил про старую обиду. Три года назад обвиняемый сломал обухом топора ногу погибшему, заступаясь за его сожительницу. Погибший вспомнил данную обиду и начал высказывать претензии обвиняемому. Сначала подозреваемый хотел выгнать скандалиста из дома, но тот отказался уходить. Завязалась драка. Потом я его взял и начал. Хотел за улицу выпихнуть. А он пролетел на кухню. На кухне и случилось самое страшное. Под руку попался нож. Когда он взял, первый раз махнул и отскочил. Назад. Вы покажите, как он махнул. То есть правой рукой, слева направо. В области головы, груди. В области горла. А, в области горла. Еще раз покажите. Если бы мужчина не затеял эту дураку и не схватился за нож, возможно, остался бы жив. В прошлый раз обидчик сломал ему ногу. В этот нанес 9 ножевых ранений. Тело убийца спрятал в подвале. Два дня мужчину искали у родственников и знакомых. Все решил визит полиции. Представители правоохранительных органов в первую очередь проверили место, где видели его живым. Как раз таки в этом доме, в последнем известном месте его нахождения, в подполь обнаружили труп. Таким образом раскрыли труп. А сдержали как подозреваемого? Он сам пришел? Нет, подозреваемый находился дома в момент, когда были сотрудники полиции. Ну и сознался, естественно, сразу. Дело уже рассматривает суд. Он и определит, каким будет наказание. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Госдума одобрила пенсионную реформу в окончательном чтении. Депутаты поддержали реформу с учетом президентских поправок. Законопроект предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Переходный период, во время которого постепенно будет отодвигаться время выхода на пенсию, продлится 10 лет до 2028 года. До этого времени пенсионные льготы будут сохранены в границах прежнего пенсионного возраста. Сделать все, чтобы огонь не распространялся. В Рыбновском районе горел лес около села Сельца. Это уже не первое возгорание, ликвидировать которое пришлось сотрудникам местной пожарно-химической станции. Об их работе расскажет Валерий Седов. Информацию принял. После получения сигнала о пожаре на выезд собирается дежурная смена. Обычно это два человека. Если возгоранию присваивается более высокий класс опасности, то привлекаются дополнительные силы. К очагу возгорания бригада убывает оперативно. Поступивший вызов – часть учений. Такие тренировки проводятся два раза в месяц. После начальник станции Сергей Баруков вместе с сотрудниками проверяют все оборудование. В гараже две машины для тушения или, как говорят специалисты, проливки возгорания. Также на вооружении пожарные рюкзаки и витродувы. Последние служат для того, чтобы сдуть с пути пламени мелкие ветки и листья. Вся техника должна содержаться в должном виде. Сергей Баруков выносит вердикт – все готово. Всего на пожарной химической станции или сокращенно ПХС трудится 9 человек. Это три бригады по два человека, а также два тракториста и начальник Сергей Баруков. В пожароопасный период к работе на станции привлекают радистов и дозорных. Первые принимают вызовы, а вторые трудятся на пожарных вышках. В остальное время все пожары ликвидируются таким небольшим составом. После 10-го года с помощью большого пожара получили вот эту машину АЦ 1.640АРС. Потом через год получили тоже пожарные машины. Трактора, которые выполняют работы по противопожарным мероприятиям. Такая же минполоса, барьеры создаем. Все сигналы о возгорании поступают с РПДУ, регионального пункта диспетчерского управления. Здесь с камер видеонаблюдения можно увидеть практически всю Рязанскую область. Радиопозывной РПДУ «Лисичка». Если они замечают возгорание, то сообщают в региональную ПХС, позывной Криушинской станции «Колба». Всего с начала пожароопасного периода зафиксировано 4 возгорания. Каждое из них было вовремя замечено, локализовано и ликвидировано. Площадь пожара не превышала половины гектара. То есть огонь ликвидировали крайне оперативно. Одно из самых последних возгораний – это пожар в Рыбновском районе 22 сентября. На месте работали пожарная автоцистерна, трактор, автомобиль УАЗ и пять сотрудников, которые и не допустили распространения огня. С помощью минерализированной полосы пламя поймали в кольцо, а затем ликвидировали. Задача при приезде на пожар – это как быстрее его локализовать, то есть опахать минерализованной полосой. Затем отливание происходит автоцистерной, позже леса. И в дальнейшем, после локализации, уже дотушивание и ликвидации пожара. В Крюшинском лесничестве установлено две пожарно-наблюдательных вышки – ПНВ-35. Цифры – это высота строения. На каждой из них дежурит человек с биноклем. Он и помогает определить место возгорания. А после помогает пожарным автомобилям до него добраться. По окончанию пожароопасного периода радисты и дозорные берут отпуск. Остальные же продолжают дежурить на рабочем месте. Осенью они занимаются прокладкой минерализированных полос, через которые не перекинется пламя. А весной – срубом и опиловкой деревьев. По словам Сергея Барукова, Клепиковский район является одним из самых пожароопасных в летний период. Дежурная бригада всегда готова откликнуться на сообщения о возгорании. Как на своем участке, так и в соседних лесничествах. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Ночной пожар произошел в Рязани. Горела двухкомнатная квартира в пятиэтажке на улице Скоморошинской. Подробности ЧП. Далее. Возгорание из-за проводки. Эту версию выдвигают соседи. В доме номер 21 на улице Скоморошинской ночью сгорела двухкомнатная квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 23.10. Сотрудники МЧС прибыли спустя три минуты. Дым вот шел из этого окна такси ночью. Пожарные приехали, там разбили стеклу, повыкинули там. Но она вроде ничего, это вот хозяйка-то. Площадь возгорания составила более 30 квадратных метров. То есть сгорела большая часть квартиры. Ее площадь была около 50 квадратов. В 23 часа 25 минут пожар был ликвидирован. В сушении пожара участвовало 4 пожарных расчета. 10 человек в Государственной противопожарной службе. Мы позвонили хозяйке в домофон. Дверь она открыла, однако общаться на камеру не захотела. В подъезде также видны следы пожара. Потолок задымлен, провода обгорели, запах соответствует. Рядом с новой дверью валяется старый замок, который выломали сотрудники МЧС. По их данным, хозяева квартиры не пострадали. А вот ущерб еще только предстоит выяснить. Другой пожар произошел на улице Зубковой, дом 2, корпус 2. Сообщение на путь дежурного поступило в 20 часов 25 минут. На момент прибытия первого пожарного расчета было установлено, что горит квартира на первом этаже девятиэтажного дома. В 2 часов 38 минут пожар был локализован. Еще через 7 минут ликвидирован. В результате пожара, а в нем пожарная квартира на площади 10 квадратных метров. В Тушению принимали участие три пожарных расчета. При его ликвидации были эвакуированы 7 человек из соседних квартир. Никто не пострадал. Причины и ущерб устанавливаются. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рассказали, как правильно пользоваться печным отоплением, электрическими и газовыми приборами. В Рыбновском районе сотрудники МЧС и представители казачества провели поквартирные обходы домов. По статистике, от 75 до 80% от общего количества пожаров приходится именно на жилой сектор. Рыбновцам раздали памятки и напомнили, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Проводятся рейды в жилом секторе по многодетным семьям, неподополучным семьям по сложной жизненной ситуации и одиноким пансионерам. Данные рейды проводятся с целью разъяснения требований пожарной безопасности в быту, с целью недопущения введения пожара. Конкурс профессионального мастерства для студентов с ограниченными возможностями прошел в Рязани. Учащиеся колледжей соревновались в поварском и кулинарном деле, а также показали, как ремонтируют легковые автомобили. Майя Рудаев продолжит. Эти блюда были приготовлены не на кухне ресторана, а в учебной лаборатории многопрофильного колледжа. Здесь пять студентов соревнуются в региональном отборочном этапе «Обилимпикс» за звание лучшего в номинации кулинарии. Особенность в том, что все эти ребята с ограниченными возможностями. Задача организаторов – помочь будущим поварам состояться в профессии. Прежде всего мы, наверное, заявляем о том, что такие детки у нас обучаются прежде всего, осваивают навыки, получают профессию. И действительно они дают самоутвердиться деткам, которые не такие, как все, что они могут работать и могут показывать очень хороший результат. Эксперты судят по всем правилам температура блюд, сортировка, вкус и аромат. Оценивают по пятибалльной системе. Признаются, ребята показали себя хорошо – четыре блюда за четыре часа. Будущим поварам был предоставлен одинаковый набор продуктов. Каждый творил то, на что фантазии хватило. Обязательными были салат, горячий десерт и напиток. Сделали рулеты отбивные, поджарку, косички, кармашки. И соусы у них тоже разные были. Элшан Бенатов любит готовить с детства. Первыми его блюдами стали картошка и яичница. Сейчас молодой человек уже опытный повар. Он учится на третьем курсе. Со временем его кулинарные предпочтения изменились. Сейчас он предпочитает готовить мясо и даже делится своим рецептом. Обычно соль, перец я обжарю на сковороде. Еще один студент, который с детства выбрал свою профессию – Виктор Тютючкин. Пока молодой человек закончил первый курс, но уже мечтает о карьере шеф-повара. На конкурсе он приготовил блюдо под названием «Карман». Блюдо из курицы. Внутри орех, сыр. Это начинка. Потом соус, кабачок жареный. Также площадкой для отборочного этапа «Обилимпикс» стала мастерская для ремонта машин. У ребят было два задания. Во время первого было необходимо собрать электрическую сеть «Лады Гранты». Провести тестирование и диагностику, выявить неисправности и собрать обратно. Во втором случае студенты работали с коробкой передач того же автомобиля. Техзадания аналогичные – разобрать, провести диагностику и тестирование, выявить неполадки, устранить и собрать. Здесь эксперты оценивали не только время проведения работ, но и чистоту рабочего места и главные умения и навыки конкурсантов. Сняли провода, фишки, чтобы заработала варейка и поворотники. «Обилимпикс» является аналогом WorldSkills для людей с ограниченными возможностями. Здесь ребята показывают свое мастерство и обмениваются опытом. Возможен ветер до 20 метров в секунду. Региональная МЧС выпустила метеопредупреждением. До конца суток 27 сентября ночью 28 сентября на территории Рязанской области сохранится юго-западный ветер порывами 12-17 метров в секунду. Днем 28 сентября с порывами 15-20 метров в секунду. Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности – не стоять под рекламными конструкциями, линиями электропередач деревьями, по возможности ограничить время нахождения на улице. Вы были из Лиги чемпионов. Рязань ВДВ проиграла ответный матч 1-16 финала шведскому Росенгорду. Шведки забили по одному голу в каждом из таймов. На 25-й минуте отличилась Фиона Браун. На 75-й окончательный счет установила Эббе Видер 0-2. Напомню, первый матч, состоявшийся в Рязани, также завершился победой шведских футболисток. Ароматные специи, рыба, выловленная в недрах наших морей, колбаса, сыры и многое другое можно найти на выставке «Особенности национальных вкусов». Она открыла свои двери как для гурманов, так и для любителей натуральной фермерской продукции в торговом центре «Премьер». Выставка продажа «Особенности национальных вкусов» открыла свои двери для всех желающих. Самое главное, что все продукты полностью натуральны и отличаются высоким качеством. Мы вам привезли дары Абхазии, дары Кубани. Также у нас присутствует на выставке Камчатка, камчатская продукция и соседи деликатесы. Особое место на прилавках занимает аджика. Это поистине царица стола. Она делает блюда сочными, ароматными и пикантными. К вам в город мы привезли нашу знаменитую бочковую аджику. Привезли как красную, так и зеленую. Это мы делаем из сухого стручкового перца, который заранее сушится на солнце, потом перемалывается вместе с 16 видов специй. Также никого не оставят равнодушными сыровяленные деликатесы. Фазан с кроликом, говядина в красном вине, косуля в чесночной пасте. При производстве не используют добавки и усилители вкуса. Мясо здесь главный ингредиент. Эти и другие экзотические продукты теперь доступны и рязанцам. Хамон в том числе – это достойный ответ Испании. Полугодовой выдержки. За полгода проходят 4 дымные процедуры. На четвертый месяц созревания каждый кусочек мажется ореховым маслом. Это очень важно. Ореховое масло способствует вытеснению лишней соли из продукта. Еще одна особенность выставки продажи, из-за которой стоит познакомиться с особенностями национальных вкусов – это специи. Здесь представлено более 30 наименований. Красная жгуча аджика, аджика с грецким орехом, пряные и острые специи превратят обычное блюдо в кулинарный шедевр. Все приправы выращивают и купажируют. Семья Ливана Убилавы. Изюминкой моего огорода является соль абхазская, сванская и гранатовая. Их применять точно так же, как обычную белую соль. Дозировка такая же, только вкус будет другой. Есть аджика сухая, ореховая универсальная. Ореховую можно добавлять во все блюда, даже в готовую, прямо к себе в тарелочку. Огромный выбор сыров, колбасы и сладости. Среди всего этого изобилия нельзя пройти мимо варенья и меда. Вот этот с янтарным отливом – каштановый. Более 30 лет отец Вагана Аракиняна занимается пчеловодством. Это семейное дело. Все, что представлено на выставке – домашнего производства. Весь мед горный и привезен из экологически чистых мест. У нас начинают 800 метров над уровнем моря пасеки стоят. То есть там заводов нет, автомобилей нет. Очень редкий вид меда я привез. Каштановый, золотарник, очень полезные меда. Еще один прилавок притягивает своей самобытностью. Здесь собран огромный ассортимент сухофруктов. Черешня, инжир, гранат, фаршированные орехами. И это далеко не все. Абсолютно все без сахара. Не обрабатываем, не замачиваем, не выпарываем. Никак не обрабатывается. Все только вялится исключительно в тенечке. То есть без химикатов. Рязанцы уже успели оценить качество продукции. Гранатовый соус бесподобный. И вот соцебель еще понравился. Вот за селедки решил и меду. Ну, может быть, и корки возьму. Мясо, рыбу, сухофрукты. Чай купили. Выставка хорошая, много всего. Краснодарский чай, рыба, которая водится только на Камчатке. К примеру, чавыча, икра и еще множество натуральных продуктов вы найдете на выставке «Особенности национальных вкусов», которая будет работать до 6 октября в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад».